Меньше ларьков, больше воздуха и зелени. В парке Ривьера время перемен. Там сносят павильоны и убирают лишнюю рекламу. Не потерять ни градуса. Почти во всех котельных городах завершилась модернизация. 80, 60 и 40. Три юбилея одного учителя в один день отметили сегодня в Сочинской гимназии. Хочешь быть сильным? Бери сотку. Жителям Краснодарского края представили бесплатную тренировочную программу по воркауту. В Сочи сегодня прибыл президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. В аэропорту по поручению Владимира Путина главу Турецкой республики встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Олимпийской столице прошла встреча лидеров двух стран. В центре внимания ситуация в Сирии. Переговоры Путина и Эрдогана сегодня главное мировое событие. Также в Олимпийскую столицу продолжают пребывать высокие гости участники саммита Россия-Африка. Прямо у трапа самолета губернатор края встретил президента Мавритании Мухаммеда Уль-Дахшейха Аль-Газуани. В Сочи приземлился и борт главы Египта. Абдель-Фатаха Сиси является сопредседателем саммита, который стартует в Сочи уже завтра. Пшеница и вино, фрукты и овощи. Чем планируют заполнить финские прилавки кубанские производители? Перспективы торговли российского региона и скандинавской страны обсудил накануне губернатор Краснодарского края с полномочным послом России в Финляндии и представителями Министерства экономики и сельского хозяйства республики. Встреча прошла в Хельсинге. Чем заинтересовала Кубань далекую северную страну и что станет первым шагом к открытию экспортных потоков в еще одно европейское государство. Узнаем мы из следующего сюжета. Дружеский, но одновременно по-северному лаконичный прием. В Министерстве сельского хозяйства Финляндии губернатора Кубани встречают как гостя, знающего толк в аграрной политике. Беседа хоть и в галстуках, но явно без излишней протокольности. Международный диалог настраивается на верхних политических эшелонах. За одним столом виднее Минкондратьев, полномочный посол России Финляндии Павел Кузнецов и статус-секретарь министра сельского и лесного хозяйства республики Яри Партанен. Казалось бы, что может быть общего между южным краем и северным государством, но точек соприкосновения гораздо больше, чем кажется. Наш край – это винный край. И сегодня вино является брендом не только государского края, это бренд России. И у нас на самом деле очень высококачественное сегодня вино, при том вино, которое производится из нашего винограда, который выращен в Краснодарском крае, естественно, из него сделаны виноматериалы и произведено вино. Поэтому мы здесь говорим о том, что мы готовы конкурировать в рамках рыночных механизмов, поэтому просим здесь вашей поддержки, чтобы кубанское российское вино тоже было на полках финских магазинов. А дальше уже пусть жители Финляндии сделают выбор в пользу других вин, либо российского вина. Краснодарский край играет важную роль в России в вопросах сельского хозяйства. Надеюсь, сегодняшняя встреча послужит хорошим примером продвижения наших добрососедских отношений между Финляндией и Россией. Отношение к алкоголю в Финляндии особое. После отмены в 1932 году сухого закона в стране была создана государственная компания, которая практически полностью заведует производством и продажей всего, что крепче 5,5 градусов. Без разрешения этого монополиста на финском рынке не продашь даже одну бутылку вина. Качество кубанского напитка, который уже экспортируется в Германию, Швецию и Норвегию, может стать решающим аргументом в завоевании еще одной европейской страны. Чтобы стереть расстояние и дать финам возможность лично убедиться в качестве кубанских товаров, Вениамин Кондратьев предложил открыть торговый дом Краснодарского края в Хельсинки. Чтобы наше сотрудничество было более конструктивным и предметным, мы предлагаем создать торговый дом Краснодарского края в Финляндии, который уже будет более конкретно осуществлять взаимодействие между интересами бизнеса Краснодарского края и финского бизнеса. Я думаю, что на самом деле это будет более конкретный шаг для того, чтобы мы могли более активнее выстроить наши партнерские отношения. Помимо поставок вина обсуждались и вопросы экспорта экологически чистых продуктов. Финны заинтересованы в органических товарах. Северное государство славится своим отношением к здоровому образу жизни. Здесь развита биодинамическая земледелие, где применение химикатов сведено к минимуму. Кубань со своими богатым аграрным опытом и рекордными урожаями может стать реальным поставщиком и как продуктов Финляндию. Сегодня органическое производство, оно все больше и больше набирает обороты. Но надо признать, что органическое производство – это не дешевое производство. Потому что производители экологических продуктов питания – это, в первую очередь, конечно, бизнес. Как в Финляндии, так и в Краснодарском крае. А бизнес он умеет и должен считать, в том числе и себестоимость продукции. Чем больше будет конкуренции среди поставщиков органического сырья для производителей финских экологических продукций, тем по логике рынка она может становиться дешевле. Мы считаем здесь, что жители Финляндии, они очень высоко ценят экологию, те продукты, которые они управляют в пищу. Поэтому мы надеемся здесь найти для нас определенный рынок сбыта, для нашего бизнеса, который занимается экологической продукцией. Это овощи, фрукты с Костанского края, это пшеница, из которого они будут и производить экологически чистую продукцию, которая сегодня, еще раз подчеркиваю, все больше и больше популярнее становится во всем мире. За последние годы продукты органического производства нашли свое место на финском рынке. Они пользуются большим спросом. Я думаю, мы могли бы сотрудничать в этом направлении. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Меньше ларьков, больше воздуха и зелени. В парке Ривьера время перемен. Там по поручению мэра Сочи сносят торговые павильоны и убирают лишнюю рекламу. А еще парк – расторг договора с некоторыми навязчивыми предпринимателями. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Берешь и откручиваешь вот эти все, съешь лупы и снимаешь эти панели. Бабочки меняют место жительства. От тропического сада остался только навес из бамбука. Его разбирают рабочие. Сад бабочек должен был стать украшением парка, но в итоге испортил всю картину. Павильон буквально воткнули между пальмами прямо на газон. Меньше рекламы, торговых ларьков и аттракционов с призами. Больше пространства и зелени. Такую задачу поставил мэр Сочи. Алексей Копайгородский перед руководством парка. Сюда он приходил в начале октября. За две недели в ривьере уже снесли 20 павильонов. На очереди еще не меньше 30. Были недостатки в плане того, что огромное количество нареканий со стороны жителей города о большом количестве торговых объектов. Он попросил эти торговые объекты в максимально сжатые сроки уменьшить и по возможности вообще от них избавиться. И разработать новую концепцию развития территории парка ривьера в целом, чтобы было понятно, в каком направлении двигаться. Сегодня парк в некоторых его частях больше напоминает торговую галерею с аттракционами. Но ривьера – это не просто парк развлечений. Это природный исторический памятник. Ботанический фонд парка – это 240 видов растений. 50 из них представляют особую ценность. А поляна дружбы – это музей под открытым небом. Здесь растут магнолии, которые посадили известные политики и космонавты. Виктора Маяковского еще мальчиком в парк приводила мама. Сегодня он здесь часто гуляет уже со своими детьми. Говорит, хорошо помнит цветущую ривьеру тех времен. Рад, что лучшие годы парка возвращаются. Тогда в ривьере не было места фотографам с животными. Договоры с навязчивыми хозяевами попугаев и обезьян расторгли сейчас. Видим изменения в последнее время с приходом нового руководства главы. Изменения прямо на лицо. Что исчезли животные, которые на детишек кидались иногда. Да, фотографы с животными, честно, мешали парку. Концепцию развития парка должны разработать до конца года. Сейчас над ней трудится специальная рабочая группа. Сразу после начнется поэтапная реконструкция ривьеры. Подобную работу глава города поручил провести во всех парках Сочи. В Сочи котельные готовы к зиме на 98%. Ремонтные работы прошли на всех объектах теплоснабжающего комплекса города. Третья котельная, которая обеспечивает теплом и горячей водой социальные объекты и дома в центре Сочи, была капитально отремонтирована в прошлом году. Но основные работы по замене оборудования провели этим летом и осенью. В котельной на улице Юных Ленинцев установлены новые насосы, фильтры, теплообменные аппараты и заменена вся система трубопроводов. По словам специалистов, современное оборудование значительно сокращает энергопотребление и вероятность образования коррозии. Плановые работы по подготовке к зиме уже завершаются. Сейчас рабочие занимаются теплоизоляцией, чтобы избежать потерь градусов зимой. У нас основная проблема была улица Гагарина 7, это практически тупиковая часть. Но дополнительно наряду с этим мы провели работы по увеличению диаметра трубопровода в районе улицы Красноармейская 6 и Красноармейская 4, а также по улице Гагарина 7. Соответственно, в этом году у нас проблемы не будет. После того, как мы завершаем сейчас эти котельные, мы выходим на тепловые сети, на трассы, на колодцы, на камеры, работают с управляющими компаниями для того, чтобы улучшить теплоснабжение, отрегулировать и наладить эти сети. Всего же по центральному району в этом году была проведена реконструкция пяти котельных и отремонтированы почти 130 километров теплосетей. Эти работы велись по поручению главы города для обеспечения стабильной поставки тепла и горячей воды жителям курорта. Менять мир вокруг себя к лучшему, их смысл жизни в Краснодаре наградили победителей регионального этапа премии «Гражданская инициатива». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев, а также член профильного комитета и руководитель премии Юлий Гусман. Кубань впервые участвовала во всероссийском конкурсе и сразу с одним из лучших результатов. Жители региона представили больше 180 проектов. Наш край – это край реально сегодня не только рекордов, но и социально-экономических результатов. Это принципиально важно. А кто это делает, кто этого добивается? Люди. Люди и делают, и добиваются результата. И какие вокруг нас люди в нашей повседневной жизни, такая будет и станица, такой будет и район, такой будет и край, такой будет и страна. Кубань, наш Краснодарский край – это очень активные люди, еще раз хочу подчеркнуть, неугомонные люди, которые не ждут, а берут и делают. Берут, делают экономику, берут, делают социальную сферу такую, которая на самом деле будет комфортной. Благоустраивают поселки, станиц, города. Это же важно, что они и создают жизнь, вот ту жизнь, которая сегодня на самом деле отличается определенным комфортом жизни на Кубани. Вот люди, стоящие на этой сцене, их очень много, не только кто здесь был, их много, их сотни тысяч, которые делают это все по велению души, по велению сердца, по велению, которое называется «Крылья полета страны». Я вас поздравляю с этим праздником, я вас благодарю от души за то, что вы делаете, от имени Алексеевича Кудрина, от имени Комитета гражданских инициатив. Глава региона вручил награду в номинации «Растки новой власти» Зареме Фатиховой за проект «Ресурсный центр развития сельского туризма в Краснодарском крае». Премии также получили победители еще в девяти направлениях, среди которых «Духовное наследие» и «Чужого горя не бывает». Лауреаты регионального этапа продолжат дальнейшее участие в конкурсе на соискание федеральной премии в Москве. Ее итоги будут подведены в конце года. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 23 октября в Сочи переменная облачность, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем 19, 21 градус выше нуля, температура морской воды плюс 20. Компания «Соуд» приглашает на выставку православия, монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира, встречи с духовенством, православные товары, продукты, мед. С 22 по 27 октября. Гранд-отель «Жемчужина». Сочи возглавил рейтинг самых хвастливых городов. Исследование провело независимое агентство Zoom Market. Опрошенным в разных городах задавали вопросы. Вы часто делитесь своими успехами и достижениями с другими людьми? Вам приятно рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они недоступны? Вы любите подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения? И можете ли вы назвать себя хвастливым человеком? Результаты опросов показали, что самый хвастливый город – это Сочи. Самые же скромные люди живут в Омске. В 15-й гимназии отмечают три юбилея, и все они связаны с одним из лучших педагогов России, которая воспитала не одно поколение учеников. Продолжит Татьяна Говоркова. Начало ее 40 лет назад. В этой книге зарегистрированы все учителя, которые работали в 15-й гимназии. Первой в списке от 15 августа 1980 года значится Вовенка Лилия Гаязовна для учеников Григорьевна. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня учителя приветствовали по-особенному. У Лилии Григорьевны юбилей и не один. Сегодня ей 80. Она преподает географию с момента основания школы, 40 лет. А ее общепедагогический стаж в этом году перевалил отметку. 60. Лилия Григорьевна может дать фору многим своим коллегам. Ее в 15-й гимназии каждый знает как активную и идущую в ногу со временем учительницу. Ее последний проект – класс юстиции, которым Вовенко руководит уже два года. И первые поздравления сегодня от учеников и куратора класса генерала полиции. И вот это мудрая сова, олицетворение, да, ваше как раз, вам вручаем. Спасибо большое. Ну почему бы с самого начала, с детства, детей не делать, уже подготавливать, даже подготовить к тому, чтобы они уже выберут себе профессию юриста. Это не обязательно работать в милиции. Правой класс – это говорит о том, что он может работать и в таможне, и в прокуратуре, и в следствии, и в МВД. И просто гражданским юристам. Идея Лилии Григорьевны создать правовой класс вполне объяснима. Сама из семьи военных замуж вышла за сотрудника МВД. По стопам отца и деда пошли и дети. Еще в студенческие годы исколесила весь Таймыр. Работала в Сибири, ночевала в тундре и часто ходила в походы. Такая закалка позволяет ей и сейчас быть в тонусе. Для меня, конечно, песни Александры Пахмутовой, ну, наверное, были ориентиром жизни. Главное – ребята, с сердцем не стареть, песню, что задумали, до конца допеть. Вся жизнь учителя – это все-таки дети. Ради них мы и живем. Закончить девятый класс, поступить в колледж и продолжить свою работу, связанную с правопорядком. Вот такие у нас мечты. Со своим классом Лилия Григорьевна часто проводит время на природе, посещает музей, благоустраивает школьный двор и приносит пользу экологии. Седьмой Ю занял первое место в городе по раздельному сбору мусора. Ну а самое главное для учеников – знания, которые они получают от педагога, имеющего пять правительственных наград. И сегодня в ее адрес звучат поздравления от всей школы. Мы желаем от педагогического коллектива энергии, чтобы она не иссякала. Мы желаем здоровья, мы желаем новых творческих высот и мы желаем внутреннего душевного покоя. Сегодня заслуженный день отдыха и чаепития, а завтра снова на работу. Как-никак, конец четверти. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С днем рождения! С днем рождения! Сочи присоединится ко всероссийскому эко-марафону «Сдай макулатуру, спаси дерево». Он пройдет на курорте 26 ноября. Принять участие в экологическом марафоне может любое учебное заведение, общественная организация или предприятие города, сумевшее собрать более 300 килограммов макулатуры. Для этого необходимо будет оставить заявку на сайте сдайбумагу.рф. Марафон проводится в виде соревнований между районами и городами Краснодарского края. В случае, если общий результат края будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы – аллею из хвойных, лиственных или плодовых пород деревьев. Как отмечают организаторы, основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Выставка «Ярмарка православия» открылась сегодня в выставочном центре Гранд-отеля «Жемчужина». По счету она уже 21-я. Участники съехались со всей России из стран ближнего и дальнего зарубежья. На православной выставке можно прикоснуться к святыням, заказать молебны и приобрести храмовую утварь. Такие музыкальные шкатулки, а еще пасхальные яйца и расписные матрешки с сусальным золотом делают в Казанском женском монастыре города Радужны. Русские народные промыслы возвращаются в современный мир благодаря монахиням и их юным воспитанникам. Основная задача монахинь, приехавших на выставку православия в Сочи – не продажа своих работ. Они хотят рассказать верующим о святителе Афанасии, келья которого сегодня является подборьем Казанского женского монастыря. «Это человек, чей подвиг, наверное, сравнить больше ни с чем нельзя, поскольку он 33 года провел по тюрем лагерям за веру Христову без единого слова ропота. И вот он прославлен в лике святых, и мы приехали, чтобы познакомить жителей города Сочи с таким удивительным святым и пригласить, может быть, к нам в паломническую поездку, и также познакомить с нашим монастырем». Открылась сегодня выставка-ярмарка по благословению епископа Сочинского и Туапсинского Германа, а работа началась с молебна. В целом на традиционной сочинской выставке православия представлены монастыри и храмы со всей страны. С собой они привезли иконы, храмовую утварь, книги, подарки к православным праздникам. Здесь же можно приобрести освященные продукты из Камчатки, Байкала, Алтая. Это грибы, ягоды и мед. Запланирована в рамках выставки-ярмарки и деловая программа. «Это будут ежедневные православные лектории на разные темы. Это будет специальная программа «Задай вопрос священнику». Православные выступления творческих коллективов. В этом году на выставку приехало много монастырей и храмов. Это уникальная возможность прикоснуться к святыням, заказать требы, чтобы молились о здравии в самых разных уголках нашей страны, и не только нашей страны. Поэтому мы ждем своих гостей, вход свободный. Я стараюсь не пропускать и всегда сюда прийти. Сама живу в Чехии уже 27 лет, но вот родились внуки, купила им книжки. С православием будем, хотим крестить их. Выставка православия под покровом Богородицы проходит в Сочи в 21 раз. Продлится 6 дней по 27 октября. Место проведения также традиционное – гранд-отель «Жемчужина». Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи привезли икру и рыбу камчатскую. Приобрести дары моря, а это 45 видов рыбы, и в том числе самый крупный тихоокеанский лосось, можно в выставочном центре гранд-отеля «Жемчужина». У стенда «Икра и рыба камчатская» традиционно многолюдна. Эта продукция уже проверена сочинцами и пользуется огромным спросом. На этом стенде можно приобрести более 45 видов рыбы, добываемой на Камчатке. Это знаменитая чавыча, белорыбица, а еще белуга, нерка, окунь, корюшка, омуль, палтус. Огромный выбор – слабосоленые рыбы, холодного и горячего копчения. Но все же хит-продаж – это чавыча, а самый крупный тихоокеанский лосось. «Самое лучшее, очень вкусное, нежное мясо у нее, прям лосица, жир. Это очень полезно, омега-3, омега-6. Также белорыбица очень вкусная, она без костей, абсолютно не содержит костей. Поэтому у нас повторно все берут. То есть мы каждый год же приезжаем к вам, у нас постоянный покупатель. Вот смотрите, какая очередь у нас». О полезных свойствах царицы лососевых сочинцы наслышаны. Рыба – это не только вкусный, но и полезный продукт, источник жирных кислот – омега-3. Они необходимы для сохранения острого зрения, правильной работы сердца. В рыбе и достаточное содержание белка, строительного материала, мышечной ткани. В продаже есть также икра чавыча, свежая, без добавок, и по ценам от производителя. Благодаря компании «Икра и рыба Камчатская» горожане могут побаловать себя камчатскими деликатесами дважды в год. «Нам очень нравится эта продукция, она всегда качественная, свежая. Ну и не так легко найти, в общем-то, такую точку в городе, чтобы именно от поставщика. Да уже года четыре, как прихожу, хожу. Все начинается с селедки, а потом уже тут по ходу добавляется. Все вкусно, хорошее, всех приглашаю. Я очень люблю эту компанию, и каждый год, по два раза даже в год прихожу и покупаю именно в этой компании. Редко бывает такая возможность вкуснятины поесть. Здесь же все деликатесно, грубо говоря, в Сочи-то не продается такого. Вот и приходим на ярмарку». Доставляют дары Камчатки в Сочи на самолете в специально оборудованных рефрижераторах, без заморозки, с сохранением всех полезных свойств. Приобрести такую продукцию можно на стенде компании «Икра и рыба Камчатская», который работает в рамках выставки ярмарки «Православие» до 27 октября. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Жителям Краснодарского края представили бесплатную тренировочную программу для занятий воркаута. «Сотка» – 100-дневный воркаут. Это программа для всех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Как сообщает Краевое министерство физической культуры и спорта, разработчики собрали информацию из более чем тысячи источников, начиная со школьных учебников по биологии, химии и физике и заканчивая самыми свежими публикациями в зарубежных научных журналах. Обработали, структурировали и представили в виде стадневного образовательного курса. Подробное описание всех этапов тренировочной программы «Сотка» можно узнать на официальном сайте 100.workout.su. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Казинам российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.